Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Среди них были полицейские, спасатели и другие специалисты, а также волонтеры. Девушки отдыхают. 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 Подзадержанному спустя день стало известно о том, что правоохранители обнаружили там разные женские вещи. Президентские выборы и референдум, где люди смогут выразить свое мнение по поводу вступления Молдовы в Евросоюз, будут проведены в один и тот же день. Конституционный суд дал положительное заключение на инициативу о внесении изменений в высший закон страны. Теперь их должны одобрить депутаты. Инициатива эта принадлежит президенту, и ее критиковали представители общественности и эксперты Промолекс. А оппозиционные депутаты даже обращались в Конституционный суд, чтобы не допустить ее реализации. О том, что высший суд страны не видит проблемы в организации выборов президента и референдума о вступлении в Евросоюз в один и тот же день, стало известно 16 апреля. Судьи вынесли положительное решение по соответствующей инициативе, подписанной 46 депутатами парламента. Председатель Конституционного суда Домника Маноле в своем заявлении отметила, что предложенные изменения не выходят за материальные пределы пересмотра Конституции и могут быть представлены на рассмотрение парламента. Проект, получивший одобрение Конституционного суда, предусматривает организацию выборов президента и референдума 20 октября. Избирателям нужно будет не только отдать голос за кандидата, которому они доверяют, но и ответить на вопрос о том, выступают ли они за вступление Молдовы в Евросоюз. Суд установил, что инициатива по пересмотру Конституции не затрагивает суверенный, независимый и унитарный характер республики Молдова, а также статус постоянного нейтралитета. Решения, принятые по результатам республиканского конституционного референдума, имеют высшую юридическую силу без какого-либо утверждения парламентам. С предложением инициировать референдума европейской интеграции нашей страны и провести его в один день с президентскими выборами выступила президент. На пресс-конференции, которая прошла около месяца назад, Майя Санду заявила, что намерена обратиться к депутатам с просьбой об одобрении и внесении изменений в Конституцию. Мы хотим, чтобы у нас в стране решение граждан не оставилось под сомнение, чтобы не возникало ситуации, когда делается шаг вперед, а затем приходит политическая партия, делает полшага назад и заявляет, что европейская интеграция – это проект Майя Санду. Когда мы вписываем что-то в Конституцию, тогда для всех политических партий следование решению народа становится ясным и обязательным. Журналисты ТВ-8 тогда решили выяснить, что люди думают об организации референдума в один день с выборами президента и готовы ли они вообще принимать участие в выборах. Мнения разделились. Некоторые заявляли, что поддерживают европейский путь Молдовы и не видят ничего страшного в проведении двух видов голосования в один день. Другие заявляли, что такие решения нельзя принимать, не посоветовавшись с людьми. Если человек хочет найти проблемы, тогда, конечно, он не получит никаких выгод. Если думать над тем, как найти решение, над возможностями, которые даст нам путь, по которому мы направляемся, тогда все сложится хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Люди не понимают, за что они голосуют, куда они голосуют, какие должны быть действия впоследствии этого голосования. Они должны быть разделены, совершенно верно. То есть, естественно, должно быть поставлено на обсуждение. У нас было темное прошлое, когда кто-то принимал решение, а все ему следовали. Так неправильно общество должно быть глубоко демократизированным, а решения должны приниматься только на основе обсуждений. Председатель парламента Игорь Гроссу в пятницу провел брифинг, на котором заявил, что парламент принимает к рассмотрению законопроект и начинает организацию всех процедур, которые обеспечат проведение референдума и выборов президента в один день, 20 октября. Сейчас парламент инициирует проведение всех процедур, необходимых для того, чтобы дата проведения референдума и президентских выборов была установлена на 20 октября 2024 года. После того, как проект будет одобрен, мы направим его в Центральную избирательную комиссию, чтобы начать организацию республиканского референдума в соответствии с избирательным кодексом. 20 октября мы услышим прямой ответ народа на вопрос о том, в каком направлении мы хотим вести Республику Молдова. Суверенное решение граждан будет отражено и в Конституции. Как я уже и говорил раньше, мы не можем терять время. Настало время, когда и в нашей Конституции должно быть четко написано, что наше место в семье Европейского Союза. При этом представители оппозиционных власти политических сил и эксперты Ассоциации Промо-Лекс с инициативой о проведении референдума о вступлении в Евросоюз критиковали. По мнению экспертов, то, что она исходит от будущего кандидата в президенты, может дать этому кандидату преимущество перед остальными конкурентами. Оппозиция же и вовсе заявляла, что референдум проводится именно для того, чтобы Майя Санду набрала больше голосов на президентских выборах. Поэтому депутаты от блока коммунистов и социалистов подавали в Конституционный суд ходатайство, заявив, что намерение правительства о проведении референдума незаконно. Документ Высший суд подали Диана Караман, Владимир Воронин и Влад Батрынча. Судьи тогда с аргументами депутатов не согласились, заявив, что практика проведения референдума и голосования в один и тот же день широко распространена в европейских странах. Это увеличивает явку на выборах и снижает расходы. Министерство труда и социальной защиты наймет на работу уволенных примаром персональных ассистентов. О создании службы, которая обеспечит ассистентам трудоустройства и зарплату, министр Алексей Бузу заявлял около месяца назад. Теперь они будут снова наняты на работу в службе персональной помощи, проект о создании которой одобрило правительство. Персональные ассистенты решению рады, но отмечают, что диалог с властями не налажен, а оплата их труда очень низкая. Проект о создании специальной службы, которая сможет стать рабочим местом для персональных ассистентов, уволенных распоряжениями примара Иона Чебана, стал разрабатываться по причине того, что муниципальная власть, по заявлениям ее представителя и главы примарии, не могла найти финансирование для оплаты работы персональных ассистентов. И случилось это, по словам Иона Чебана, из-за того, что Кишинев был исключен из программы «Рестарт», средства, получаемые в рамках которой, якобы и обеспечивали возможность платить зарплаты персональным ассистентам. Из-за этого некоторые из них были уволены, другим зарплаты сократили вдвое. В итоге правительство выступило с заявлением о том, что проблема будет решена, и люди снова смогут заботиться о своих нуждающихся в постоянные помощи родных и получать за это зарплату. Мы не можем оставить без дохода людей, которые заботятся о родственниках, и мы не можем допустить, чтобы дела разворачивались так, на фоне некомпетентности примара Чебана распоряжаться государственными деньгами. Мы обещали найти решение, и всех, кто был незаконно уволен, трудоустроят в рамках структуры министерства. А правительство перераспределит эти средства с тем, чтобы они были выплачены именно персональным ассистентам. Примария в ответ на это заявила, что обязанность правительства заключается в обеспечении равных условий жизни для всех людей, что всё случившееся — результат действий исполнительной власти, которая исключила из программы «Рестарт» только Кишинёв и Гагаузию. Министр труда Алексей Бузу заявил тогда, что в рамках новой структуры все персональные ассистенты, пострадавшие от действий муниципалитета, смогут быть трудоустроены уже с первого мая. При этом в апреле, по словам министра, люди тоже не остались ни с чем. Правительство изыскало средства, чтобы выплатить увольным персональным ассистентам пособия в размере зарплаты за месяц. А в минувшую среду Алексей Бузу объявил о том, что создание обещанной службы, куда трудоустроят персональных ассистентов, одобрено, и в мае люди уже получат первые зарплаты. Сегодня мы утвердили решение правительства, согласно которому мы собираемся создать альтернативную службу персональной помощи, в рамках которой будем нанимать на работу тех людей, которые были уволены злоупотребляющими методами при Марии Кишинева и при Мара Чабана. Мы будем вновь нанимать тех персональных ассистентов, которые были уволены. При этом с персональными ассистентами, чья зарплата была снижена неправомерным способом, мы также заключим трудовые договоры, чтобы обеспечить им выплаты. Персональные ассистенты получат первую зарплату в мае. Алексей Бузу также сказал, что зарплаты персональных ассистентов, которых наймут на работу в новую структуру, будет оставаться на уровне примерно 5000 леев. При этом, по словам министра, правительство понимает, что эта сумма несоизмерима с работой, которую выполняют люди, и поэтому время от времени старается оказывать им дополнительную помощь. С тем, что денег недостаточно, согласны и персональные ассистенты, которые убеждены, что их зарплаты должны быть повышены, хотя и благодарны за то, что им вернули возможность трудоустроиться. Кого возьмут на работу, каким образом трудоустроят, мы должны ознакомиться полностью с решением. Решение хорошее, но есть неясности, потому что много матерей стоят в очереди по 4-5 лет. Есть мамы, которые всю жизнь работали бесплатно, остались без пенсии, в итоге их уволили. Хотела бы я посмотреть, как можно прожить на эти 4-5 тысяч леев, ухаживая за человеком с 5-6 утра до 6 вечера. Посмотрела бы я, сколько может стоить такая работа. Давайте возьмем в пример европейские практики, к которым мы все стремимся. Ну и по себе лошадь, что? Журналисты ТВ-8 обращались за комментариями по поводу принятого решения к премырии, но пресс-секретарь Иона Чабана нам не ответила. Сокращение зарплат вдвое, а затем и увольнение некоторых персональных ассистентов началось с наступлением 2024 года. Спустя почти три месяца протестов, попыток достучаться до премырии, муниципальных советников и постоянных отказов, в просьбах вернуть зарплаты к прежним показателям и не растрогать контракты, кишиневские персональные ассистенты получили решение их проблем от правительства. Действия муниципальных властей были связаны с исключением Кишинева и Гагаузи из программы «Рестарт», которая предусматривала финансирование этих выплат из государственного бюджета. Исполнительная власть заявляла тогда, что и у Кишинева, и у Камрата достаточно денег, чтобы взять на себя оплату услуг персональных ассистентов. В Кишиневе их 2200, более 700 из них родители детей с тяжелыми формами заболеваний. Ион Чабан в ответ неоднократно заявлял, что денег у города на выплату зарплат ассистентам нет, а представители премырии предлагали персональным ассистентам стать социальными работниками, чтобы оказывать помощь не только своим родным и детям, но и другим нуждающимся в заботе людям. Желающие побороться за кресло АГИМ прокурора снова могут принять участие в конкурсе на занятии этой дожести. Высший совет прокурора в понедельник единогласно одобрил начало приема документов для участия в гонке за кресло прокурора страны. Продлится первый этап в течение месяца и проходить конкурс будет уже по новому регламенту, также утвержденному ВСП. При этом нынешний временный глава генпрокуратуры Ион Мунтяну стал кандидатом на должность суди высшей судебной палаты и сообщил нашим корреспондентам, что еще не принял решение о том, будет ли он пытаться остаться на своем посту, но уже на постоянной основе. Высший совет прокуроров одобрил принятие нового регламента для проведения конкурса на занятие должности генерального прокурора. Теперь отбор сможет состояться, даже если для участия в конкурсе зарегистрируются только два человека. Прежняя редакция регламента этого не предусматривала. Конкурс будет отменен только в случае регистрации лишь одного кандидата. При наличии только одного кандидата процедура объявляется провалившейся и завершается. Есть возможный срок для продления конкурса в условиях, когда зарегистрирован только один кандидат или, возможно, кандидата нет. А по истечении установленного срока, если есть хотя бы два кандидата, конкурс продолжается. Также утверждены изменения, предусматривающие порядок действий в случае, когда один из членов высшего совета прокуроров выставит кому-либо из кандидатов необоснованную оценку. Если кто-то нарушит естественный ход конкурса, будет принято решение об исключении оценочного листа. Но это не означает, что конкурс будет остановлен или проведение его снова начнется сначала. Просто будут пересчитаны баллы. Желающие зарегистрироваться для участия в конкурсе на занятие должности генерального прокурора страны могут подавать документы до 15 мая. При этом нынешние исполняющие обязанности главы генпрокуратуры Ион Мунтяну теперь претендует на должность судьи высшей судебной палаты. Известно об этом стало в начале недели заявление о том, что Ион Мунтяну достойно прошел процедуру оценки внешней оценочной комиссии и стал кандидатом на должность судьи появилось на сайте высшего совета магистратуры. На самом деле, конкурс еще не начался. Это первый этап оценка с точки зрения этической и финансовой честности. Его я на данный момент прошел успешно. Но мне далее предстоят и другие этапы. Вы будете принимать участие в конкурсе на занятие должности генерального прокурора. Посмотрим, как изменятся правила, какими будут корректировки. Надо посмотреть, какие условия сейчас и какие будут. Я приму решение в течение 30-дневного периода. Я прямо сейчас не могу ответить вам на этот вопрос. Предыдущий конкурс на занятие должности главы генеральной прокуратуры Молдовы был отменен в конце февраля. Предполагалось, что генеральный прокурор должен появиться в Молдове в марте, более того, избрание генпрокурора одной из условий, поставленных перед Молдовой и Евросоюзом. Однако результаты конкурса тогда было решено аннулировать из-за того, что Олеся Верлан, которая состояла тогда в Высшем совете прокуроров, выставила одному из кандидатов необоснованно низкую оценку. После этого председатель Высшего совета прокуроров Думитро Обады в эфире программы Кутея Нягры на ТВ-8 заявил, что рекомендует Олеся Верлан покинуть пост, а в противном случае обещал сам подать в отставку. После этого Олеся Верлан заявила, что складывает полномочия и назвала свой поступок ошибкой, случившейся из-за человеческого фактора. Министр юстиции Вероника Михайлов-Морару тогда заявила о том, что регламент о проведении конкурса будет изменен, в частности, в части выставления оценок и вычисления конечных баллов, которые станут решающими в определении кандидата, который получит право вступить в должность генерального прокурора. Генпрокуратура Молдова осталась без руководителя после того, как предыдущий генпрокурор Александр Стоиногла был отстранен от должности, а затем уволен. После этого обязанности главы генпрокуратуры исполняли Думитру Робу и Ион Мунтяну. Это были новости минувших дней, такими их запечатлили корреспонденты нашего телеканала. Оставайтесь вместе с тобой, 8, чтобы не пропустить все самое интересное. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова